Добрый день, меня зовут Георгий, я действительно занимаюсь проектом VR Ability, проектом, который создан для того, чтобы мотивировать людей с инвалидностью, чтобы вовлекаться в большей активности, созданной для них в основном в России, конечно, после просмотра того, что мы создаем для них, используя механизмы виртуальной реальности, в частности, один из механизмов, это механизм просмотра сферических видео, видео, которые сняты камерной системой таким образом, что вы можете видеть всю сферу 360 градусов на 180. Я все бегаю с разными маленькими камерами, потому что как режиссер, выпускник ГИКа, выпускник американской киношколы, вице-президент ГИКового кино и как отборщик Московского международного кинофестиваля, я только одна из частей этих деятельностей в документальном кинофестивале занимаюсь, я занимаюсь исследованием новых форм киноязыка, новых понимания того, как, собственно говоря, кино, которое не создало, не создало ничего нового с точки зрения кинодискурса, киноэлементов с 60-х годов, как оно вдруг получило совершенно новый мощнейший инструмент. И первое всего получили мы, режиссер документального кино. Но дело в том, что еще с 2005 года у меня есть организация, которая называется «Лаборатория социальной рекламы», в которой мы произвели более 30 компаний социальной направленности, в основном, но с крупнейшими российскими этапами НКО, включая… Так, сейчас я сделаю красивый кадр. Включая там ЮНИСЕФ, агентство социальной информации, Организация инвалидов «Перспектива», которая развивала проекты по инклюзивному образованию ментальной инвалидности. В общем, большое количество компаний социальной инвалидности, которые получили огромное количество бесплатного эфира. И наша задача всегда была стремиться к тому, чтобы продукт, создаваемый нами, был не самым дорогим с точки зрения производства, но при этом всегда имел хорошее размещение. И это размещение гарантировалось высоким качеством продукта. В общем, в руках у меня сейчас камера, которая снимает 360 градусов, снимает она фотографию. По-моему, получается очень весело. Я стараюсь делать эти панорамные снимки, потому что это тоже один из приемов, в котором мы привлекаем гораздо большее внимание к тому, что такое виртуальная реальность, что такое возможности, скажем так, сферического кино. Ну, потому что классные, красивые, фишальные фотографии любят больше, чем обычный Инстаграм. У меня пейкер есть, да? Виарабилити — это проект, который мы сделали, когда я вернулся из США после учебы в киношколе и познакомился с русским разработчиком различных всяких приспособлений. Он вообще занимается разработкой приспособлений для сложных технических съемок для телеканала, ну, для компании, хорошо, для телеканала «Моя планета», в частности. И он заинтересовался 360-градусными фотографиями, панорамными фотографиями очень давно, когда разрабатывал систему автоматизированной съемки и сшивки более десяти тысяч панорам в музее в России. И более года назад он попал в аварию, и после этой аварии он тоже стал частично человеком с инвалидностью. У него был до длительный период реабилитации, в котором он очень хорошо понял, что это, собственно говоря, такое. Поэтому, когда мы с ним встретились, я как режиссер и технический инженер, мы подумали, как бы нам увидеть усилия, чтобы и сделать хорошее исследование тех возможностей, которых этот киноязык несет, а я увидел эти возможности на кинофестивале в Саннадсе, когда на одном из первых площадок начали показывать вот такие небольшие кинофильмы. И я попытался создать возможность для того, чтобы этот проект имел не только вот нашу такую кинотехническую пользу, но и, прежде всего, чтобы он унес на социальный сыр. И один из проектов, который нам, собственно говоря, первым пришел в голову, и который потом подтвердился, поскольку мы начали говорить с экспертами и с людьми с инвалидностью, моими знакомыми, моими друзьями. Это тема того, что, собственно говоря, мы имеем виртуальную сферу. Вот это наша с вами фотография. Я не знаю, что вы увидите. Могу ее быстренько спроецировать. Хотя у меня вообще есть механизм так, чтобы проецировать быстренько с телефона все, что происходит. Но мы имеем такую полную сферу, снятую в 360 градусов, условно говоря, на телефоне, на видео. Снимается она... Ребята назад. Снимается она различными приспособлениями, различными камерами. Мы используем камеру GoPro. Для ее просмотра используются встроенные гироскопы, встроенные всякие штучки, которые есть как в телефонах, так и в сложных системах, типа Oculus Rift, требующих подключения персонального компьютера, так и в такой системе, как Samsung Gear VR, которая требует последней модели Samsung и шлем Gear VR. Я на всем этом заставить от него не буду. Я надеюсь, Олег что-нибудь там как-нибудь там... Хоп-хоп-хоп. Важно, что виртуальная реальность для людей с инвалидностью и для обычных зрителей лучше всего смотреть, сидя во вращающейся кресле, желательно. Потому что таким образом вращает в голову гироскоп, который находится у вас в голове, следует за вашим поворотом, и у вас создается эффект погружения, связанный вот с этим стереоэффектом двух глаз, и так далее и тому подобное. Соответственно, когда мы пришли с идеей проекта, мы начали искать, а искать долго не надо, я много лет снял социальную рекламу. Один из первых героев, который к нам подключился, это Максим Киселев. Он единственный в мире колясочник на льду, фигурист-колясочник на льду. У него вот такая отдельная специальная коляска. И вместе с ним, большей частью, мы начали не только снимать историю о том, как он, человек, который в принципе может ходить, но который не смог танцевать, как обычный человек, решил сначала стать танцором на коляске, выиграл кучу всяких соревнований. На части из них его не допускают, потому что он на самом деле не колясочник уже. Потом, как он занялся теннисом, и, собственно говоря, как он пришел к тому, что он фигурист, который выступает там у Плющенко на его шоу-программах и так далее. И мы, собственно говоря, исходя из этого, и начали понимать очень многое в киноязыке. И когда я, как режиссер, этот материал не только собрал с камер, и не только имел вот какой-то кадр, поставленный со штукилом, вокруг которого у меня там крутится сфера, и начал понимать, как работают швы, я увидел, собственно говоря, как традиционный киноязык, который был создан еще, там, 110 лет назад, как он совершенно имеет полное применение технологическое в VR 360. Интересная особенность в том, что для, с точки зрения социальной рекламы, и социальной коммуникации, VR 360 очень удобное средство, потому что его можно смотреть как в очках с инверсивным эффектом, так и размещать онлайн на Фейсбуке, на Ютьюбе. И так он очень хорошо подходит и для оффлайновых мероприятий, собственно говоря, в которых можно не только использовать видео, но и использовать какие-то приложения, в которых берется база видео, но там за счет понимания и драгинга движения, смещения, создаются, примерно, те же самые игровые автоматы, что мы видим в торговых центрах, только в социальных коммуникациях к ним можно иметь гораздо большую пользу. Например, то, что я сейчас работаю с программой «Лыжи мечты», которые ставят на лыжи детей с аутизмом и с ДЦП, мы пытаемся взять такую штуку. Да, у них есть штука, тренажеры, на которых они учат вместе с инструктором, как спускаться по склону. Да, у них есть 2-3 месяца в год, когда они могут вот этот масштаб по всей стране, эту историю проходить. Но у них есть также еще и 7-8 месяцев в году, когда никаких мероприятий не проходят, и кроме как в снежкоме показать потенциальным фандрайзерам, показать потенциальным родителям детей, как это будет выглядеть и что из этого происходит. И вот мы, собственно говоря, решили снять очень простое видео, условно говоря, от лица ребенка, который занимается на этом тренажере. И таким же методом, как в торговых центрах вы можете покататься, собственно говоря, на каких-нибудь за деньги, покататься на каких-нибудь этих горках, очень примитивный инструмент очень такого, как бы так сказать, маркетинга низкого уровня, я не знаю, мы применяем, хотим применять примерно с такой же историей. То есть прокатитесь, вы заплатите эти 200 рублей за то, чтобы прокатиться на лыжах, заодно вы узнаете, как работает программа, эти 200 рублей пойдут, собственно говоря, на финансирование программы. То есть это фандрайзинг построен на той же самой модели, что делается коммерческие развлечения, дающие возможность зрителю поддержать программу, но при этом самому получить невероятный экспириенс, спуска посередине лета в 30 градусов, в это время на лыжах на одной из полмосковных склонов, на тренажере, причем с пониманием того, как программа работает с небольшим приветствием и окончанием. Это мы еще не до конца творили, потому что программа это как бы еще не до конца придерживает, они еще не до конца понимают, как это все будет работать, и это вот было только там с моей стороны энтузиазмом, со стороны Марины из программы «Лыжи мечты», с которой мы познакомились, собственно говоря, здесь же в Бактхамбе на платформе в ноябре. Я рассказал о проекте, она подошла, мы подумали, что мы можем сделать, и вот как-то так из того, что я презентовал тот проект, который я вам рассказал в начале, у нас родилась вот такая попытка что-то сделать. Для этого не нужно много денег, у нас есть техника, чтобы снимать, мы умеем это монтировать, у нас есть тренажер, мы понимаем, как с этим играть, и у них есть доступ к склонам, у них есть доступ к инструкторам, и те, все эти расходы, которые обычно происходят в рекламных бюджетах, которые необходимы для производства коммерческого продукта такого рода, они полностью сводятся практически к нулю, или как минимум, там, к минимуму. И вот, наверное, об этом и стоило рассказать, о том, что эта технология очень сильно производит впечатление на людей, и мы позже не можем просто подойти и во что-нибудь посмотреть, например, вот я как бы показываю, как свои видео, и они производят такие впечатления, типа, ну да, прикольно, видео, да, социально, да, вот парень на коляске, да, в теннис играют, очень прикольно. Потом я включаю, вот сидит Михаил, включаю его игру, где нужно прыгать, и от этого вы перемещаетесь, и все такие, все сразу понимают про виртуальную реальность, все сразу понимают весь ее потенциал, потому что для этого вам не нужны супермощные компьютеры, для этого вам не нужны какие-то супер-супер-современные девайсы. Для этого достаточно, вот у меня там старый Nexus, у тебя еще iOS нет версии? Не важно. Пятый iPhone, этого достаточно для того, чтобы просматривать 360-градусные видео и играть в какие-то игры, не используя ничего, кроме шлема, который на самом деле, про что-нибудь не очень говорили, нет еще? В которых, на самом деле, стоит просто из увеличивающих линзы или куска пластика. А на самом деле, в самом кримитивном уровне, и то это, как мы это используем в нашей компании сейчас, по продвижению проекта VR Ability. Мы используем Google Cardboard. Это такие картонные очки, которые были созданы Google. На самом деле, для проекта, если я не ошибаюсь, просмотры виртуальных галерей картин. Как один из субпроектов, даже не головного офиса Google, а, по-моему, его парижского офиса. У них был небольшой проект, в котором они придумали, давайте сделаем картонки, вот и как бы разместим в виртуальном пространстве картин, чтобы люди вот как бы в картон поставали и немного могли панорамировать. Оказалось, что и гироскопы в телефонах, которые были устроены не для виртуальной реальности, а потому что они используются как датчики. И эти очки стали, по сути дела, в Америке для американского рынка и в Европе постепенно, стали таким вот входной зоной, я не знаю, как правильно по-русски сказать, gateway в виртуальную реальность. Потому что пока еще мобильные телефоны не могут поддерживать суперкрутые мышные игры, зато они могут как раз прекрасно воспроизводить видео в достойном качестве, которое создает этот эффект. И то есть вот с такой картонкой, которая тоже, по сути дела, из себя представляет линзы, которые нужно сыграть как конструктор, мы сейчас и выходим на следующий этап нашего проекта. Я знаю, что я выгляжу как сумшедший, вы не думаете, что вы о ней. Думайте так. Я просто только прилетел сюда. После 10 дней мы лабораторием в Израиле, где я учил израильских игровых режиссеров, которые сняли по 5-6 полуметражных фильмов, как снимать виртуальную реальность. Так вот. Вот мы сейчас выходим, собственно говоря, на этап где-то размещения контента. Точнее вот создание системы производства картонных очков и адресной благотворительной системы и распространения людям с инвалидностью в регионах России. Тоже какую модель мы хотим использовать, в том числе, которая как бы не… которая для меня этически кажется нормальной, это то, что вы не… не то, что мы собираем деньги просто на краудфандинге, на то, чтобы выпустить очки и подавить их людям с инвалидностью. Честно говоря, Google мне прислал столько таких бесплатных очков просто так, когда узнали об этом проекте, просто чтобы мы попробовали, протестировали, и им наш проект очень понравился. Вот. Но мы хотим сделать такую систему, что подключить наших партнеров, как коммерческих, так и некоммерческих, которые с нами работают, и выпустив брендированные очки, мы их будем продавать по такой стоимости людям без инвалидности, ну и просто людям в онлайн-магазине, используя, честно говоря, магазин Планеты.ру, потому что у них налаженная система рассылки всех этих акций, как под видом краудфандинга, продавая их за такую цену, в которую будет включена возможность отправки вторых очков человеку с инвалидностью. То есть человек, который платит, он не поддерживает не только человека с инвалидностью, он в принципе себе эту игрушку получает, с которой он может хоть чуть-чуть, но поиграться. Но при этом он будет еще и делать хорошее дело. И вот эта история, типа, она очень хорошо работает и в других, кстати, проектах социального предпринимательства, там, например, в туристической фирме Liberty в Петербурге, которая занимается туризмом для людей с инвалидностью, которая зарабатывает на организации туризма инвалидностью, туристов инвалидов людей с инвалидностью, из-за рубежа в России, что позволяет им создавать бесплатные поездки для российских людей с инвалидностью по городам России. Вот это балансирование между тем, что есть люди, которые готовы заплатить больше за то, чтобы другие люди не платили, оно, мне кажется, очень устойчивой материал развития такого социального предпринимательства. и в нашем случае использование этого вау-эффекта сферического видео, которое я сколько бы вам не говорил, пока вы это не посмотрите, все равно будете не до конца понимать, откуда это берется, вот этот вау-эффект, этот хайп, скажем так, который приводит к такому бурному росту индустрии, и про это. Василий может быть лучше. Василий, вы тут анонимно? Я медно анонимно. А, хорошо, молодец. Я пропустил просто первую часть. Василий Роженков, директор. Не надо поставить. Директор. Можно объяснить? Хорошо, хорошо. Василий не анонимно. Он... Василий, можно я представлю так? Василий – еваномилист виртуальной реальности в России. Нет, не надо. Ну, это просто, мне кажется, наиболее... То есть, благодаря тому, что Евгений Иванович можно евангельским считать. Ну... А я прав, по сравнению с Евгением Ивановичем. Это, знаете, тут есть ветхий завет, новый завет. Можно как бы по-разному к этому относиться. Я, честно говоря, очень сильно воодушевлен вот тем, как я съездил сейчас в Израиле, увидел лабораторию, которая профинансирована была Самсунгом, на самом деле во многом. Я протестировал последние камеры, которые были созданы для съемки виртуальной реальности, как на профессиональном, так и на любительском уровне. И вот все равно еще стою на системе из GoPro, например, камеры, потому что они дают наиболее высокое качество с наименьшими проблемами в обработке материала. Но самое главное, наверное, что я хотел сказать, что мы уже общаемся с большим количеством компаний. Нашли компанию, честно говоря, в Ижевске, которая создает очки, у которых сборкой этих очков занимаются люди с инвалидностью, что зацикливает нашу систему с точки зрения социальной, специального проекта очень хорошо. У нас есть конкретный план конкретных мероприятий, где мы эти очки будем распространять. И у нас есть конкретные герои. Например, мы сейчас будем команду баскетболистов снимать, еще пара олимпийцев, с которыми мы работаем. Но, конечно, я могу сказать, что, прежде всего, себе, как режиссеру, как креативному директору, я получил огромное количество знаний творческих того, как это все, собственно говоря, снимается, работает и создается, как интерактивная история, как стори-теллер, то, что называется, как драматургия. И я, честно говоря, могу сказать, что то состояние виртуальной реальности, и вот, по крайней мере, в своей области сферического кино, в котором мы сейчас находимся в России, мы не то чтобы не отстаем от того, что происходит в мире, но во многих вещах то, что делается у нас, превосходит то, что делается за рубежом. Несмотря на то, что у них есть большие бюджеты, большие камеры и большие возможности, скажем так, исследования, все-таки наша традиционная киношкола и киномышление, оно привносит огромный эффект. А этот эффект, собственно говоря, и создает то, ради чего это все делается, что человек верит в то, что он видит на экране. Поэтому я, наверное, вот на этом буду заканчивать, потому что я хотел сделать акцент именно на социальную, предпринимательскую историю, о том, как вот эти вот, по сути дела, там, вещи могут применяться с точки зрения социальной пользы. У меня там есть еще отдельная, там, двухчасовая лекция о том, как это все монтируется, есть отдельная лекция о том, как продумывать стратегию размещения и продвижения этого контента, точно так же, как в обычных социальных компаниях. Но там вот сейчас, мне кажется, я вам донес общую идею того, как вот на самом деле это довольно незатратная по сравнению с обычным коммерческим рекламным производством вещь, требующая большого количества времени и мозговой деятельности, может привести к решению небольших социальных проблем, как то мотивация людей попробовать какие-то новые штуки после того, как они посмотрели в виртуальную реальность. Наверное, все. Олег, да? Да, сейчас еще вопрос. АПЛОДИСМЕНТЫ Думал, поскорить на этом, ну ладно. Можно, как и профессор, вопрос. Просто есть, помимо шлем виртуальной реальности для отображения видео 360, есть так называемые купольные системы. Вы знаете, типа, там, Панитарев. Как режиссеру, насколько специфика съемок кино для того и другого отличается, и удалось ли вам там пробовать свои какие-то ролики в купольной системе? Купольная система использует fisheye проекцию, которая, на самом деле, позволяет показать не больше… Полусферу. На самом деле, чуть больше, там, около 220 градусов используется, потому что fisheye чуть-чуть еще искажает. То есть, полусферы – это безопасное пространство, но, на самом деле, эту проекцию можно использовать в обратном. Она в обратном виде. То есть, говоря про купольную проекцию, мы говорим о возможности, так сказать, создание массового, одновременного просмотра, которое и сделало кино тем жаном, который до сих пор пользуется популярностью. Потому что мы ходим в кино не только для того, чтобы смотреть кино, но и для того, чтобы быть в социуме. Купольные проекции лучше всего подходят, на самом деле, не потому что у них есть там потолок, а потому что у них есть эта кинопанорама. И круговая кинопанорама, которая создана на ВДНХ еще в 1956 году, она доказала свою… Ну, и потом она еще использовалась в тематических парках Disney, в развлекательных. Она использовалась еще и до сих пор используется как отдельный кинотеатр по всему миру, который, на самом деле, использовали технологию ВДНХ. Это лучше всего подходит для показа природных мест или каких-то историй, в которых люди не могут побывать и в которых вот это изображение давит на них. То есть в которых оно создает эффект погружения за счет того, что человек соизмеряет масштаб своего размера с масштабом изображения. Почему? То есть что я имею в виду? Что природные истории, в которых там есть суперобщие планы, человек понимает, что если бы он находился сейчас в этом же месте, он бы видел примерно такое же изображение. В то время как крупно показывать там человека на экране или крупно приближаться к зданию, ну, кроме как летающей камеры, немножко нарушает мозговое восприятие человека. То есть я пока вот в купол не захожу именно потому, что я работаю с тем, чтобы человек верил в то изображение, которое он видит, по крайней мере, в очках или хотя бы на экране монитора. Купол же все-таки он просмотрел… Ну, все разные масштабы. Да, купольные все фильмы, которые я смотрел, всегда были видовые, всегда были вокруг каких-то общих планов, а это не совсем киноязык, которым мне бы хотелось заниматься. – Юрки, скажите, когда нужно было это демонстрировать? – Ну, давайте закончим. Я сейчас подзаряжу все телефоны и покажу. У меня была очень хорошая демонстрация в… Быстренько добавлю просто. Была хорошая демонстрация в Израиле, потому что сейчас проходит кинофестиваль «Калейдоскоп VR». Они в прошлом году прошли в США в восьми всего штатах и показали подборку анимационных и игровых и документальных фильмов, когда люди сидят вот так же, как в их зале, только в своих очках и в круглых креслах. Это смотрится немножко и все еще абсурдно. Но сейчас они в этом году получили кучу денег от разных партнеров, и они сделали мировой тур в десяти разных городах мира. Вот я, поскольку был в Тель-Авиве, и я у них не был в отборе, они мне просто выделили отдельный стол. И я там… Когда через тебя проходит восемьдесят человек, и они до этого видели HTC Live, видели Oculus, супердорогие, ну, суперкрасочная система, видели VR-овские какие-то игровые вещи, но там у них практически в форматах нет документального контента. И потом, когда они смотрят мой, да, контент на телефоне худшего, с более худшим изображением, но зато с очень внятной историей про парня, который объясняет, что я, как артист, хочу передавать свою энергию, я хочу… Я поэтому этим и занимаюсь. И видят какую-то историю, которая не просто там, вот стоит камера, и все вокруг нее крутится, а видят, что камера летает там, там, нашли, туда, то все. Для них это совершенно другое впечатление. И ты понимаешь, что качество, в принципе, изображения сейчас не так важно, как качество той истории, которую ты рассказываешь. Да? Все? Да. Можно вопрос? Ой, ну вот начинется. Можно вопрос? Вы же путешествовали сейчас по этим разным фестивалям. как еще применяется виртуальная реальность? Вы начали с киноязыка. Да? Мне кажется, это очень интересная вообще тема, с точки зрения технологии, искусства. Какие средства и формы вы видели за рубежом? Да. Наверное, это хорошая тема, потому что я… Это кратко еще. Емко. Есть понятие полной сферы. 360 на 180. Когда мы говорим о виртуальной реальности, мы говорим о том, что мы видим все. И есть понятие режиссуры, то есть направление внимания зрителя. То, каким образом ты рассказываешь историю. Так вот, те модели, которые я видел сейчас в мировых примерах, они наоборот стремятся, честно говоря, либо проманипулировать зрителям так, как предлагаю я, используя традиционный монтаж, используя перемещение объектов так, что это единственное, за чем вы наблюдаете. Поэтому вы поворачиваете головой. Это, скажем так, модель, последователь которой я. Но при этом вы сохраняете полную сферу. Либо же, вот пример, который я видел, ребята вообще сузили field of view, то есть поле зрения, до практически 120 градусов вот такого круга. То есть вот чуть-чуть сюда посмотреть, и тут уже темно. Чуть-чуть сюда, но все равно есть куда головой покрутить. И если голова поворачивается больше, чем эта, то все изображение затемняется. То есть они намеренно ограничивали то, куда ты хочешь смотреть. И это отлично работает, потому что это была камера от первого лица. Камеру от первого лица в 360-градусных историях поставить очень сложно, и она оставляет тебя без шеи, когда ты смотришь вниз. Но вот ограничив, по сути дела, сферу и все возможности виртуальной реальности до одного небольшого экрана, скажем так, но все равно с чувством эффекта погружения в стереоэффекте, когда все-таки объект приближается к тебе, ты видишь этот стереоэффект. Это производит невероятное впечатление того, что режиссер говорит, да, я в виртуальной реальности, но мне, собственно говоря, наплевает на ваше вот то, что вот у вас там полное свободоперемещение, вы будете смотреть то, куда я хочу. Это, не могу сказать, что это круто или не круто, но это позиция, по крайней мере, режиссера такая. Вот если говорить о приемах. А если говорить про большое художественное кино, я знаю, там, Спилберг, Джексон и вот это все, кто смотрит, вот что они могут применять, о чем они думают? Ну вот да, собственно говоря, это внедрение отснятых объектов на видео в полностью созданный компьютерный мир и интеграция видеооболочек на фонах в анимационные фонах. То есть это вот то, что сейчас Спилберг и режиссер Борнов, то есть Спилберговская студия наняла режиссера Борнов, чтобы снять шестисерийный сериал в игровой, ну, короткометражный, там, по-моему, по 10 минут, будет вот таких вот совершенно футуристических боевиков с реальными актерами, но в компьютерной среде, скажем так. Но все равно у человека не будет возможности там перемещаться, то есть это все равно мы говорим, что зритель пока что является наблюдателем, который не может перемещаться, и все эти технологии, в которых мы можем перемещаться, они все равно в такой, все равно в прототипной стадии, в которой нужно либо креативно придумывать, как это делать, либо же ждать, пока технологии все-таки позволят отснимать видео таким образом, чтобы была возможность заглянуть за эту колонку, а не только видеть то плоское изображение, которое у вас есть. Сойдет? Можно спросить? Ну и просто это сильно дольше пока что разъяснять, потому что все камеры, которые имеют сейчас возможность снимать, имеют очень большие ограничения по возможностям демонстрации. Это пока что вопрос даже не столько съемки, сколько демонстрации. Видео как видеофайлы, а не как игрушки. Да. У меня вопрос. Ваша тема была про мотивацию и десятилетия. Скажите, пожалуйста, как вам удается их мотивировать? Мы провели хороший такой пример. У меня там было изображение, в котором девушка на коляске, мы ее посадили на дельтаплан, она в жизни полетала, а потом мы это одновременно сняли еще на виртуальную реальность, а потом она как раз организатор лагеря для подростков с инвалидностью, а потом мы к ней приехали, показали, собственно говоря, и ей как выглядел этот полет. Что называется, включили вентилятор, так было бы еще вообще интереснее. А потом мы показали кучи ребят, потому что там ребята были с аутизмом, с синдромом Дауна, с колясочниками, и все они, ну, во-первых, потому что они находились в социуме, и общая энергетика подзаряжала их, потому что, когда они видели этот дельтаплан, когда они видели, слышали вот эти впечатления девушки, которая, полетав в жизни, пролетела в виртуальную реальность, они все как бы то, о чем они, в принципе, никогда не думали, там еще половина боятся полета, но мы к ним не подходили, мы спрашивали, теперь-то ты полетишь на дельтаплане, мы просто видели этот обмен, типа, ой, да, эти контакты этих людей, сейчас в марте начнется сезон, мы все контакты, которые мы собрали им дадим, мы просто проверим количество людей, которые на это согласятся, потому что там были люди, которые, в принципе, говорили, да, я боюсь летать, но теперь, мне кажется, это не так страшно. Вот вокруг вот этого работает очень много проектов, вокруг лечения фобий, есть огромный проект тот спич-центр, в котором через виртуальную реальность помогает бороться с боязнью публичных выступлений, что мне бы не помешало пройтись, вот. Но, то есть, как бы, вот есть вот эти вот штуки, которые ты пробуешь такой, как тест, как трейлер, условно говоря, экспириенса в жизни, которые ты, может быть, пока еще боишься их пробовать. И вокруг этого я и стараюсь работать. Спасибо. 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 Спасибо.